Здравствуйте! Здравствуйте! Для тех, кто не знал или забыл, я напомню, программа «Автохвастушки» изменила свое название. И первый выпуск под новым именем мы решили посвятить автомобилю, который, пожалуй, по праву можно назвать золотым украшением барнаульских дорог. Тойота Чайзер и ее владелец Олег Ушаков. Олег, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, про своего красавца или красавицу. Кстати, ты как думаешь, это девочка или мальчик? Это, несомненно, он. Почему? Это красавец, красавец, который приехал из Японии чуть больше года назад. В принципе, он был такой же яркий и такой же красивый, как сейчас, но, конечно, не без изменений. Какие-то изменения он все-таки претерпел. Кроме цвета, автомобиль приобрел расширение кузова, расширили колесную базу, подняли давление турбины. В принципе, рассказывать о каждой мелочи я смысла не вижу. В целом, этот автомобиль достойно едет. Он готовился под дрифт. В дрифт пару раз съездил, но понял, что мне все-таки жалко этот автомобиль. То есть сейчас это получается своего рода экспонат? Ну, по сути, да. Донтач майка? Ну, конечно. Просто люди подходят, им интересно потрогать. Надо обязательно пошоркать. Я говорю, что, говорю, интересного, говорю, они говорят, ну, интересно, говорит, гладко она или все-таки она какая-то шершавая, но, в общем, я говорю, ну, ради этого уже не стоит подходить и шоркать. Просто автомобиль сейчас выглядит, как зеркало, и каждый раз, когда по нему, по пыльному шоркают, он весь царапается. Ну, я в своем роде такой, таки злой хозяин, который запрещает пошоркать машину золотую. По мощности понятия не имею, ее никто не замерял. Вроде как, когда-то вот, когда он в Японии еще продавался на аукционе, японцы с него сняли около 517 лошадиных сил. Я не знаю, насколько достоверно, но, в общем-то, это автомит для души, я на нем выезжаю где-то раз в месяц. И просто охота вот проехать где-то, ну, не знаю, можно сказать, покрасоваться немного. Есть имя у него? Чай, просто чай. Бодрящий такой чай, крепкий. Задняя часть, несомненно, для меня, не знаю, она очень сексуальна, как бы я бы это сказал. Здесь у нас появился такой здоровый спойлер и сделали такую вот наклеечку. Жизнь слишком коротка, чтобы водить медленные автомобили. А тебе вообще не тесно на парноморских дорогах в этой машине? Мне не то, чтобы не тесно, дороги-то вроде бы широкие достаточно. Плакать хочется от состояния дорог. Ездить на такой машине просто, ну, не то, чтобы невозможно, возможно. Брать не буду, как бы возможно, но просто очень медленно. В общем, все это превращает езду на этом автомобиле по нашим дорогам в какую-то невыносимую пытку. В большинстве случаев я 40-то не превышаю. Но все равно хочется дать угла на дороге общего пользования. Даешь? Даю. Даю. Что интересно в автовом салоне? Шкала приборов стоит тюнингованная. Скажем про то, что датчики стоят, температура масла, показывает давление масла, температура воды и давление турбины, основные датчики. Также у нас здесь стоит буст-контроллер, который позволяет нам менять давление турбины. От этого напрямую зависит мощность этого автомобиля. И турботаймер, и надо же поздороваться. Автомобиль привлекает просто невероятное количество внимания. На каждом стопоре подъезжает, показывает палец вверх, говорят, классно. Ну, самый распространенный вопрос, что за цвет и сколько лошадиных сил в автомобиле. Я даже не знаю, что ответить по идее. Ну, цвет, сами видите, это хамелеон. Тут, если считать, около 14 оттенков разных. А основные, конечно, это, как вы видите, золотой, фиолетовый и белый. Недавно участвовал в выставке «Паркинг-2016». Это позволило мне получить награду, которую я и не рассчитывал получить. Самопрокачанный автомобиль. Было очень приятно, несомненно. Это, наверное, лучшая награда, когда ты трудишься, делаешь, дорабатываешь и получаешь такую награду. И в завершение. В завершение этой прекрасной автомобильной программы хотел бы обратиться именно к тебе, диванный эксперт. Оставь, пожалуйста, свое мнение при себе, а если тебе так хочется его высказать, свой негатив, напиши, пожалуйста, мне лично, а не оскорбляй чужой труд публично. Олег, мы благодарим тебя за участие в нашей программе и дарим от наших партнеров небольшой подарок. Держи. Спасибо вам огромное. Очень рад, что вы сняли мой автомобиль в своей чудесной программе. Будет воспоминание долгие годы. Благодарю. Пока. Пока. На этом первый выпуск программы «Клёвые дачки» завершён. И пока Олег развлекается, я напомню, что принять участие в нашей программе можете и вы. Пишите, звоните. Явки и пароли на ваших экранах. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...